всем привет ребятушки сейчас расскажу вам про эустому которую мы впервые посеяли и которая взошла она у меня находится в такой из-под торта коробочка и накрытая пленочкой обычный и перетянута резиночкой такой тепличка 10 декабря мы ее постели и она ровно через 20 дней показалось то что здесь написано что ровно 20 дней до всходов вот у нас их было три сейчас покажу такие вот они это низкорослые сапфир не хочет сейчас я расскажу высота 10-15 сантиметров цветение 5-6 сантиметров у цветочков низенькие взяли вот видите какие они маленькие и им уже 10 дней как они показались очень маленькими кажется даже меньше петуньи не знаю что выживет никогда у нас не было эустомы посмотришь на видео красота мы когда-то пробовали сели уже у нас ничего не получилось земля нужно здесь очень рыхлая воздушная но у нас не очень хорошие мы поленились пойти купить не терпелось посадить вот посадили два синеньких все по два взошло два синих два белых два розовых белый вот такой тоже высота 15-20 сантиметров и розовый розовый это вот такой вот видите тоже 15-20 сантиметров и все по два из пяти семян каждой упаковки по 5 семечек признать чего это зависит они вот стоят у меня здесь рядом с фиалками такая подсветочка лед лампа не знаю хватает или нет из мясных фиалочек зимой всегда нам хочется красоты не хватает нам зелени обзаводимся растениями торопимся сеять жду не дождю скорее бы конец февраля начало марта посеять уже питунью так что будем дальше развивать их хотим купить корневин подкормить чтобы они хоть что-то показали больше листочков не знаю это очень маленькие вот самый вроде неплохой это вот этот очень малышки не курс питания мне кажется не побольше страны чем напоминает не лобелию лобели очень мелко и эти тоже мелкие ну вот так вот здесь видите мне цветет фиалочка называется морской волк красота шапочное цветение зимой очень хочется на растений визу первый цветочек показался гранатовое вино первые цветочки сюда они показывают своей красоты вот зефирка называется там дефир тоже он не покажет своей красоты это ваше величество у него более махровый должны быть помпончики он уже первый раз цвел тоже шапочкой вот как этот это уже второе цветение раскрылся совсем немахровым поломахровым я могу показать сейчас найти в интернете как они там мне еще от листочков он я листики заказывала дали росточки это все сортовые коллекционные я конечно не коллекционер ну так вот для себя чтобы радовали нас нас раньше были фиалки у мамы но они почему-то не выживали я никогда не знала как за ними ухаживать мне казалось это очень сложно не сейчас кажется что это очень сложно почва им нужна верховой торф очень хорошего качества рыхлая с добавлением перлита вермикулита также нельзя их переливать нельзя их пересушивать любят они прохладу ну вот не знаю как летом у нас жарко посмотрим заберу на даче с собой буду спасать их от жары каким-то образом пытаться сплит систем у нас там нету может быть купим приобретем что-нибудь постараюсь эту красоту спасти те от листочков уже подрастают буду пересаживать потом рассаживать ах да я бы хотел показать какие сорта сейчас тут вот маленький цвет от листика росточки дал это полуменечко фиалочка называется с к афродиты вот такой вот маленький но цветет шикарно жду не дождусь также от листиков сидит красавчик тоже жду такой вот сидит тоже дал росточки от листочка голубой дракон невероятной красоты тебе цветочков великолепен такой завораживает это гранатовое вино вот его первый цветочек маленький еще не показывает всю красоту на первых цветочках на втором цвете не только это тоже цвел он цветет повторно и там же красиво как первый раз морской волк красота пока мой самый любимый конечно тут еще маленький они все это знать я приехала с дачи и мне стало не хватает цветочков я начала искать в интернете смотрите нашла фиалочные выставки на видео и влюбилась ну как вот не влюбиться когда увидишь вот такую красоту это у людей на стеллажах кто коллекционирует там подсветка все для них конечно я увидела это уже захотела у себя такую красоту хоть и немаленькую но все же а вот зефирка издевается но опять не показал всю свою красоту это первый цветочек на самом деле у него более ажурные края вот и на зефирка видите какие края у него должны быть будущем нужен так зацвести уже также от листочка сетями inner strange маленькие росточки дали цвет оптимара my love но еще он не цвел такая красота оптимара my love а вот и морской волк который у меня вот как раз таки в него в первую я и влюбилась именно его 1 я искала вот эти и нашла у себя в городе нашем городе девочка занимается фиалками коллекционер она отправляет на почту уходит все аккуратно и упаковывает и листики и маленькие растения и почву продают у нее заказывать других городов все довольны на так все аккуратно у нее хорошее растение так же там сидят у меня листочках свадебный букет беленький махровый такой вот свадебный букет хумаку инчинс нонейм там целая история с названием я поначалу так и думаю что у него название хумаку нонейм на самом деле это был сорт хумаку инчинс потом он пересортил и у него нету пересорта названием так вы прозвали но не им нет имени ваше величество такими красивыми помпончиками цветет именно такие цветочки у него и были нет до этого вот тел это в этот раз почему-то очень бедненько вот такой листик я приобрела именно из-за листочков конечно цветочки тоже красивые я думаю и без цветочков он будет не хуже вот он стоит дал росточки ну все девочки и мальчики всего хорошего всем спасибо до свидания